А у вас, это ваши, вы видели, да, свои трубы? Нет, свои трубы. Вот они, вот вы сейчас остались на то, что вам подсчет ведут, в одних один результат, да, суммы, в вас, в других другой, а вот они вам в ответ дают состояние ваших труб. Нет, не видела я состояние своего. У вас, скажите, что у вас новые трубы стоят? Нет, у нас новые трубы. Старые стоят? Не везде, вот, кстати, у нас на чердаке, Антон, да, вот у нас стоят над его квартирой, над 24-й, он лично менял за свой счет эти трубы. Вот у меня, конечно, стоят на 23-й квартире, старые трубы. Мне просто удивляет, что такой тариф по 23 с копейками, да, то есть я оформила специально субсидию, потому что я с ребенком и с мамой не могу оплачивать, и теперь, получается, по субсидии я должна заплатить по 15 гривен за квадратный метр, а я должна 23 гривны за квадратный метр. То есть еще 1000 гривен, вот сейчас у меня, вот я могу показать расчет, еще 1000 гривен я должна заплатить сверху, учитывая, что температура в моей квартире 18-17 градусов. Вот есть у меня акт, есть я вызывала их. То есть за 18 градусов в квартире я плачу 23 гривны. Меня этот вопрос не устраивает, учитывая, что из 24-х квартир в нашем доме только 9 отапливаются, а получается, что за бомбоубежище, да, за бомбоубежище, за подвал, которым пользуется ЖЭК, за батареи, которые у нас подъездов, опять же оплачивают наши 9 квартир. 9 квартир всего на Централизованном Университете. Счетчик есть у вас? Вот нам поставили счетчик, вот вдруг неожиданно в ноябре нам поставили счетчик. Об этом никто не знал, об этом узнали только в январе. Мы узнали, если вы платите по счетчику. Да. Пока нам 3 гривны, они нам говорят, что вы по счетчику. То есть суть такая, значит, что без счетчика дома платили 15 гривен, вот дом рядом без счетчика, 15, 26. С счетчиком дом рядом 1,2 миллиона заплатил в декабре месяце, соответственно, 11,53. В доме номер 5 23,60. Со счетчиком. Мне непонятно, как вообще. Во-первых, кто поставил счетчик, даже житцы не известили житцу, нет явления, ничего. Во-вторых, все же понимают, да, объем теплоносителя на температуру, что еще отапливается? Потому что, получается, все время легло за подвалы, за помещение общего пользования на плечи этих 9 квартир. Это же несправедливо. И второе, где ЖЭК? Это же он балансодержатель внутридомовых коммуникаций. Он должен был ответить, потому что одна сторона есть, которая подает теплоноситель, а сторона, которая обеспечивает его доставку до квартир непосредственно по внутридомовым сетям, она отсутствует. Мне возникает вопрос, вы правильно говорите, объем теплоносителя на температуру. А когда теплоноситель по таким трубам может пройти, тут вообще непонятно. И второе, я не знаю, что притворить в миру, что бы давал. Теплоносителя гораздо меньше, потому что по этой трубе не пройдет нормально. Если вы помните, в том созыве каждый дом боролся за этот счетчик. И как дому, которому 9 квартир, поставили теплоноситель, а дома, которые 5 этажей по 50 квартир, их не ставили по 60. Вот это тоже нонсенс. А вы физически видели этот счетчик? Нет. Я видела его. Ну а где он стоит? В подвале, там же переодеваются дворники. То есть даже не... Да, там очень тепло. Там очень тепло, оно вредит. В отличие от квартир, там очень тепло. За счет жителей. Спасибо.